Казанская иконка А с ней и всю трехвековую историю Жадовской обители, вплоть до наших дней. Этого до них еще никто не делал. Особой сложности таких нет, просто опыт позволяет уже. Читаешь описание, и художник в своей голове ожидает образ и переносит на стену, на бумагу. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Рано утром насильники Жадовского монастыря отправляются в крестный ход к святому источнику. По преданию, именно здесь была обретена чудотворная Жадовская Казанская икона Божьей Матери. В часовне над источником насильник Жадовской пустыни Игумен Никодим проводит водосветный молебен, освещает воду и окропляет ее всех собравшихся. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Для Богородицы Казанской Жадовской обители любой богородничный праздник, как престольный. Поэтому каждый раз службу в главном Казанском храме монастыря возглавляет настоятель обители, епископ Барышский и Инзинский Филарет. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Главное сокровище Жадовской обители, как и всей Ульяновской области, чудотворная Жадовская Казанская икона Божьей Матери, хранится в монастыре. За это время многим верующим через этот образ Пресвятая Дева послала свою исцеляющую благодать. И каждый раз в богородничные праздники перед Жадовской святыней возносится сугубая молитва Царицы Небесной. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ После чего все вместе слушали праздничные проповеди поздравления Преосвященного Филарета. В ней Владыка отметил, насколько важен тот факт, что Божья Матерь посылает нам свои чудотворные образы и заступается за нас перед престолом Божьим. Поэтому мы свеваем на Святую Владычицу всегда во всех случаях жизни, ибо она, будучи Богородицей именно, она предстоит самому престолу Божьему и всегда умоляет Христа Господу нашему, чтобы Он не сжег нас за грехи наши, хотя мы тысячу раз достойны того, чтобы Он нас всех истребил. Роспись Казанского собора Жадовского монастыря, которая началась в начале этого года, еще не завершена. Художникам и гонописцам осталось совсем немного времени, чтобы пославленный 12 лет назад храм считался полностью достроенным. Хотя пределу совершенства нет. Дмитрий Гурин, ведя студия Барышевской епархии, специально для Уллправда.ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова